Пойдет у нас о физических телах, состоящих из большого количества атомов. Вы знаете, что это такое? Ну, это вот, например, твердое тело. О, указка. Это физическое тело, состоящее из большого количества атомов. Вода в стакане, к сожалению, у меня нет воды в стакане, чтобы вам показать. Но вы представляете, не только вода в стакане. Любая другая жидкость в стакане — это физическое тело, состоящее из большого количества атомов. Чем замечательны вот эти физические тела, состоящие из большого количества атомов? Они замечательно многочислены своими свойствами. Мы применяем и жидкости, налитые в стакан, и сам стакан, это тоже физическое тело, состоящее из большого количества атомов. И все другие тела, полупроводниковые приборы. И все только не применяем. И все это физические тела, состоящие из большого количества атомов. Если в ядерной физике, о которой мы говорили в прошлый раз, в субатомных частицах, там, понимаете ли, царствует квантовая механика, квантовая механика систем, в которых содержится небольшое количество квантовых частиц. Атомное ядро. Ну, сколько в них там есть? Ну, две сотни с лишним нуклонов. И всё. Это считается немного. А вот в нашем теле, в указке, в стакане, в кристалле полупрутникового прибора, в конце концов, в алмазе, украшающем персты какой-нибудь красавицы, в нём везде, значит, очень много атомов. Вот. Вот не зря я заговорил про алмаз, украшающий персты. Вот это вот как раз, здесь, знаете, показана структура алмаза, да? Ну, вот, в силу отсутствия под рукой у нас большущих алмазов, которые можно было бы достойно вам показать, мы вам, пожалуйста, нарисовали во весь экран структуру алмаза. Значит, что это такое? Структура вещества. Это атомы и соединяющие химические связи. Вот в чём дело. Вообще-то говоря, на химических связях держится всё. Вот наше тело – это молекулы, связанные между собой химическими связями. Они любят очень химические связи устраивать. Вот какова природа химической связи? Это очень важный аспект, без которого, ну, ни один культурный человек не должен чувствовать себя спокойным. Я, скажем так, вот вам скажу. Вот. Ну, не надо это так понимать буквально. Ну, понимаете, знания нас украшают. Вот. Единственное для чего. Как алмазы украшают персты красавиц или их уши, или ещё что-нибудь. А вот эти вот знания, они украшают нас, да? Можно быть очень умным человеком, ничего не знать, но вот знания, ну, они не помешают. Они, в принципе, помогут иногда сориентироваться. Это о пользе знаний называется. Ну, на эту тему можно говорить в каждой передаче, отдельно, значит, между передачами ещё вставлять вставные какие-то ролики о том, что надо учиться, учиться и ещё раз учиться, да? Смысл такой – учиться, значит, в школе, потом в институте, второй, высшее, да? Понятно. В чём смысл на Ленинского завета учиться, учиться и ещё раз учиться? Вот что он имел в виду. Говорят, видите, осовременить удается всё что угодно, да? Был бы он сейчас по-прежнему в авторитете, как бы вот сторонники второго высшего образования эксплуатировали бы эту идею. Ну, ладно, мы, собственно, не об этом. Дело в том, что на самом деле все химические связи своим существованием обязаны вот этим загадочным квантово-механическим свойствам материи – электроны. Оказывается, атом, как я говорил вам, это не атомное ядро, а окружённые электроны. Метеоэлектроны там имеют форму облаков. Вот бывает, что попадут рядом два атома, и у них есть желание образовать совместную квантово-механическую систему. Это ещё не вот те вот прямо вот много их этих атомов, то есть нельзя сказать, что это вот какое-то такое физическое тело большое, макроскопическое, да? Просто два атома. И они образуют компанию. У них получается, понимаете как, если в одном атоме электрон находится как бы в одной яме, да? Нет у меня такой ямы под рукой. В одной яме потенциальной, помните, рисовал вам в прошлый раз такую, так сказать, параболическую какую-то такую яму, и вот в ней, в этой яме, эта яма обусловленная силой кулоновского притяжения, значит, электронов к ядру. Вот, это вот и есть та самая яма. Впрочем, форма ямы корректируется за счёт того, что другие электроны друг друга отталкивают, они лезут к ядру, как бабочки на огонь, на свет, и расталкивают друг друга. Вот появляется ещё, так сказать, отталкивание такое, компенсирующее вот это вот притяжение. Ну так вот, частично, конечно. Ну так вот, два атома рядышком, своя получается ямка потенциально, очень такая интересная. И бывает так, что вот сблизишь на определённое расстояние, получается, знаете, у этих электронов некий минимум энергии они приобретают. Есть смысл, оказывается, с этим двум атомом существовать не врозь, а вместе. Вот двум атомам кислорода есть смысл объединиться в пары, двум атомам хлора, двум атомам азота. Очень многие молекулы образуют, очень многие атомы образуют двухатомные молекулы в себе подобными атомами. И причём не обязательно в себе подобными. Есть группа, например, вот, помните, углекислогаз, СО2. Это собрались три молекулы. Молекула, значит, три атома собрались, а собирались они так. Значит, углерод и кислород. И вот оказалось, что углероду очень хорошо вот с ними вместе, втроём быть, да, такая вот история. Ну вот, чтобы сообразовать такой вот атомный треугольник, нужно их хорошенько разогреть, видите ли, вот эти все вот эти отношения между атомами. А разогреть отношения между углеродом и, например, кислородом, это значит сжечь углерод. Ну, просто-напросто горят дрова, горит уголь. Ну, вот такие вот вещества. Значит, что значит разогрели? Вот разогрели оболочку атома углерода, оболочка атома молекулы кислорода, стала такая возбуждённая. Они перекрылись вместе и образовали химические связи. Вот очень приятно эти химические связи изображать в виде палочек. Вот такие вот палочки, это связи между атомами углерода в кристалле алмаза, да. Кстати, алмаз тоже можно сжечь, он, оказывается, прекрасно горит в кислороде, да. Так что имейте в виду, разгребая угольки в печи, наверное, можно не найти там, значит, алмазов. Они сгорят, пожалуй, что, как уголь. Ну, топить печку алмазами, это очень дорого, да, это очень шикарно, и не думаю, что кто-нибудь пробовал, на самом деле. Ну, сжигание алмазов в кислороде, это исключительно, ну, прерогатива учёных, которые доказывали, что алмаз состоит из углерода всего лишь навсего. Ну, дело не в этом. Дело в том, что же такое всё-таки химические связи. Вот химические связи между одинаковыми атомами, да, между, например, углеродом и углеродом в алмазе, или кислородом, и кислородом в молекуле кислорода. Это вот носит название такое, ковалентная связь. Ковалентная, то есть совалентная. Есть такое слово «сопродюсер» по-русски, но так переводится. А в титрах импортных фильмов там пишут «копродюсер». Кооперация, то есть совместная операция. Вот это вот «ковалентная» у нас как-то вот какое слово хотят, переведут на русский язык как «со», да, как «сопродюсер». Ну вот «кооперейшн» так и переводит, «кооперация». Ну вот совместная, значит, операция, совместное оперирование. Какими-то, наверное, экономическими делами. Вот это особенность русского языка такая. Ну так вот. И вот чего же им так хочется вдруг связывать? Вы знаете, есть такие приметы. В мире атомов, в мире химических связей всё основано на приметах. Вот особый случай у нас поговорить о приметах, наверное, мы как-нибудь поговорим о них, какой в них смысл. Так вот, смысл примет в мире атомов такой. Оказывается, вот это вот сложные уравнения квантово-механические, уравнения Шреддингера, описывающие поведение электронов вот в таких вот сложных молекулах, они подчиняются определённым приметам. Вот оказывается, можно себе представить так, как будто каждый атом стремится быть содержащим в наружной оболочке 8 электронов. Вот большинство атомов такие, есть очень лёгкие атомы, которым хватает двух. Это вот типа водород, гелий, литий. Им хочется вот раздеться, скинуть лишние оболочки, или наоборот, добрать как водороду, и станет он как гелий. Да, гелий подобный, ион, или все остальные вот подобные другим инертным газам. Инертные или благородные газы. Помните, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Это такие газы, которые в химические реакции, ну, практически не вступают. Да, значит, большая высокая химическая наука, она, значит, сумела там в каких-то особенных условиях как-то так вот подействовать на эти газы, так их возбудить, что они, значит, с кем-то там провзаимодействовали. Вот, но в основном это прям идеальное усу, хранили, идеальное наполнение для чего-нибудь, где хотите хранить очень долго что-нибудь для потомков поколения. Так вот, помню, в годы моей молодости, когда проходили всемирные выставки, там любили для потомков оставить какую-нибудь капсулу, значит, на хранение на много веков, может, даже на много тысячелетий, в которые помещали вот предметы нашего времени, вот что-нибудь такое. Помню, тогда поместили туда комплект детских каких-то предметов для младенцев. Это было еще 60-е годы. Мы не очень знали про всякие эти, так сказать, впитывающие подгузники. Не исключено, что туда как раз и положили вот этих вот комплект подгузников, чтобы через 4 тысячи лет удивленные потомки открыли бы эту капсулу, дали бы оттуда, так сказать, выветриться инертному газу. И вот, значит, в этих вот, в облаках инертного газа они найдут древние-древние предметы. Почти как современные египтологи в гробницах фараонов находят вот древние предметы почти такого же возраста. Вот таким замечательным свойством обладает инертный газ. И вот это вот приметы. Хотят атомы стать похожим на инертные газы. Если они могут друг другу помочь, как хлор, да, они дают вот обмениваться одним электрончиком между собой, перекидываясь, то один подержит, то другой. Это еще называют обменные взаимодействия. Вот в квантовой механике любят такие вещи. Не поймешь, у кого находится электрон, у одного атома или у другого. То ли они по очереди владеют, то ли как-то вместе владеют. Но вот вся прелесть этой квантовой механики, квантового мира, невидимого нами, да, неощутимого в принципе, она заключается в том, что... Там всякие такие слова сказочные, типа, электрон находится везде и нигде, да. Он и движется, и покоится, и вот все что угодно. Всякие такие слова применительно к нему говорим. Он и вращается, и стоит на месте, и не движется. Вот это все как раз к квантовому миру. И не то, и все, да. Вот пока не привыкнешь к этим отговоркам, когда не станешь их спокойно воспринимать, и кажется, какой-то билибердак, а привыкнешься очень даже спокойно и хорошо. Ну так вот. Атомы ведь бывают не только одинаковыми, чтобы взаимодействовать друг с другом в виде молекул. Бывают разными. Тогда бывает некая степень неполярности, да. То есть некая степень, ну, неполярности этой связи, или полярности наоборот. Вот, например, связь углерод-кислород. Она полярная. Электрон больше тяготеет к кислороду. Говорят, что у него сродство к электрону больше. Такой термин. Он любит его сильнее. Он ему нужнее может быть. У него сила такая больше, что вот он ее к себе сильнее притягивает, да. А вот у углерода силы больше, чем у какого-нибудь щелочного или щелочноземельного металла. У какого-нибудь кальция, например, да. И вот бывает карбид кальция. Кальций С2. Два атома углерода и кальций. И вот они как раз вот к себе сильнее притянули электроны кальция. Хотя между собой они тоже обменялись тремя электронами. У них тройная связь называется между ними. Вот так вот. Вот эта вот манера изображать связи палочками вот отсюда идет. И вот особняком стоят, знаете, какие связи? Это называется так. Сейчас скажу. Ионные кристаллы. Соль, например. Поваренная соль, любимая нами, это ионный кристалл. Натрий хлор. Или калий хлор. Хлористый калий. Такая горько-соленая, значит, вещь, значит, применяемая в медицине. Хлористый калий. Вот. Калий хлор, натрий хлор. Это как раз объекты, обладающие свойствами ионных кристаллов. Что это значит? Это значит, что входящий в него галоген, то есть хлор, он такой жадный для электронов, что он его отнимает у натрия. И вот у него у хлора лишний электрон. Хлор, получается, имеет отрицательный заряд, минус единицы, минус заряд электрона. В мире вот этом, с атомов и молекул, там заряд меряют в единицах заряда электрона. А, соответственно, у натрия получает заряд плюс единица. У натрия плюс единица, да, у натрия хлора. И вот это вот влияет самым необыкновенным образом. Если СО2, его водой не разольешь, так и будет молекула СО2, даже если растворится в воде. Более того, она даже к себе присоединит там еще, в водородинке, будет H2СО3. Она воду к себе присоединит, в компанию свою возьмет. И вот когда под давлением углекислый газ смешивают с водой, получается газированная вода. В этой газированной воде СО2 растворен. В воде, вон там, значит, молекулка не просто плавает между молекулками воды, она с ними соединяется. И получается, молекула воды и молекулы СО2 соединились вместе в молекул угольной кислоты. Вот в этом вот очаровании вкуса газированной воды, такая вот какая-то кислинка, да, вот это вкус той самой кислоты угольной. Но она легко разваливается. Открыли бутылку, давление упало, и пошли пузырьки. Это разваливается угольная кислота, происходит реакция разложения. Вот, реакция разложения угольной кислоты. Причем она происходит с некоторым поглощением тепла. Чтобы разложиться, нужно тепло. Почему детям не рекомендуют, маленьким детям, у кого бывает часто горлышко болит, им не рекомендуют пить газированную воду. Потому что вот газированная вода, в отличие от негазированной воды, да, вот почему в бутылках бывает одна и та же вроде бы вода, но газированная, негазированная. Вот газированная вода чуть холоднее, вот врачи говорят, только негазированную ребенку, пожалуйста, давайте. Ну, потому что, значит, в жаркий день негазированная вода после открытия бутылочки еще немножко охлаждается за счет вот этой вот реакции, идущей с поглощением тепла, да. Вот так. Ну, а нам, значит, вот таким взрослым, уставшим от жизни людям, нам, значит, приятнее попить газировочки. Вот так уж устроен мир. Ну, так вот, а вот, ну, не разлей водой, короче, углекислый газ. Он даже еще с водой соединился в компанию. А вот натрий хлор в воде прекрасно растворяется. Как говорят, вот расходится, да. Так старые люди раньше говорили, разошлась вся соль в воде. Значит, растворилась. Она действительно разошлась, произошел некий развод. Значит, так получается, что атомы, молекулы, простите, воды, они прибегают и разделяют между собой. Отдельно получается натрий плавает, положительно заряженный, отдельно отрицательно заряженный хлор. У молекул воды есть одно замечательное свойство. Они очень полярные молекулы. Они тоже такие же, вот, как, например, аж хлор, но не совсем такие. Молекулка водорода, атом водорода, простите, он, у него сродство к электрону меньше, чем у кислорода. Поэтому кислород, он получается, отрицательно заряженный в этой молекулке воды. А два атома водорода положительно заряжены, как ушки у чебурашки. Вот фигуру чебурашку знаете, потому что можно не показывать. Чебурашка, мордочка – это кислород, а ушки такие большие, оттопыренные, наивные глаза – это электроны, которые перебежали к мордочке чебурашки, то есть к кислороду. А ушки, значит, положительно заряженные. И вот часто в воде, почему вода, собственно, жидкость, да? Почему, например, какой-нибудь газ, которым заправляются эти вот одноразовые зажигалки, стоит ему, значит, выйти из повиновения, то есть разлиться, откупориться, он сразу испаряется. Да, вот этот вот такой вот, так сказать, газовый бензин, что ли, или сжиженный газ. Хотя молекула его тяжелее, тяжелее, чем молекула воды, но он сразу испаряется. А вода не испаряется, потому что вот эти вот ушки чебурашек, к мордочкам других чебурашек, так и льнут, так и тискаются, так и притираются. И, конечно, туда влечет сила кулоновского взаимодействия. То есть сила, та же сила, что притягивает к натертому, значит, ибонитовому стержню, или какой-нибудь палочке из янтаря, притягивает частички бумажки, пылинки, вот это такие вещи. Вот это она, да, пух всякий собирает. Это та самая сила электростатического взаимодействия. Вот кто их, значит, друг к дружку тянет. Это называется водородная связь. Водородная связь очень важна вообще для существования всей нашей человеческой цивилизации, гораздо важнее, чем вы даже думаете. Ну, например, без водородной связи, если бы не было вот этих водородных связей, жидкость, которая называется С2Н5ОН, то есть метиловый спирт, она была бы газом, она бы не собиралась бы во влагу. Более того, Менделееву наверняка было бы очень скучно, он не написал бы такой красивой докторской диссертации о растворении спирта в воде. Потому что чем она красива вообще сам процесс растворения? Взяли 40 мл спирта, взяли 60 мл воды и думаете, вы получили 100 мл водки? Ничуть не бывало, вы получите меньше. Потому что при таком растворении, значит, вот эти вот к чебурашкам, к этим, и вот эти молекулы спирта очень хорошо друг к другу льнут, прижимаются. Но это как все равно ведро картошки и ведро гороха смешать, двух ведер по объему ведь не получится все равно. То есть они вот, как бы вот, находят место пустое, святое место оказалось. И пусто оно не оказалось, потому что добавили спирту вот этого самого. Ну так вот, в спирте там тоже есть кислород и водород, вот это вот водородная связь. Более того, идем дальше, взглянем с этого по другой, с другой стороны. Наследственность, о которой мы говорили, вот эти вот молекулы ДНК у нас в организме, в организме всяких высоких таких вот существ, высокого полета, сложных существ, у них они скручены в спираль ДНК. Много информации. Очень как бы длинная такая вот лента с записью, да, как магнитофонная лента. Ведь магнитофонная лента должна упорядоченно лежать, смотанная в катушечку, да, иначе ее не прочтет магнитофон. Так и вот эта вот молекула ДНК, она тоже пока лежит упакованная, хранится, ждет своего момента, когда ее клетка использует для, скажем, своего деления, размножения. Нужно, так сказать, вырасти, да, поели, появилась возможность еще вырасти, но мы и выросли. Вот за счет деления клеток подросли немножко вширь, по крайней мере, или в высоту. А, значит, если речь идет о размножении существ, то есть появляются у существ дети, вот это вот копирование с этой, это крайне важно. Это мы потомкам передали набор нашей информации, которая на нескольких таких вот свернутых в спираль кассетах хранятся. Что удерживает эти молекулы в виде кассеты такой, в виде спирали? А это как раз водородные связи. Оказывается, кислород, он, конечно, хороший, хорошая вещь, но сера в этом отношении еще немножко злее. Вот там вот в белки в обязательном порядке входит сера. Вот почему при разложении белковой массы возникает вот этот вот неприятный запах сероводорода, как говорят в учебниках, запах тухлых яиц. Это запах сероводорода. Вот, потому что в белках обязательно содержится сера. Вот эта вот электроотрицательная сера притягивает в себе электроположительный водород из соседнего, так сказать, витка этой вот спирали. Они так очень удачно, хорошо друг к другу подходят. В нужный момент спираль разворачивается, ее копируют, создает другую спираль такую же. Другую, вот капитал надо скопировать. Когда клетка собирается делиться, значит, там, значит, создается копия для, значит, двух клеток, да, вот деление клеток. Вот так вот происходит. Вот, как оказалось, химия вторглась в наши вот такие вот отношения человеческие, в наш рост, в наше размножение. Вообще все это очень сильно. Есть еще один элемент у этой самой серы, замечательное такое вот свойство у нее есть, это то, что не все нефти, оказывается, содержат серу. Вот бывают нефти очень бедные серы, значит, что немножко ставит как такое под сомнение гипотезу о возникновении нефти из органического материала. Потому что, как вот, куда же делась сера? Ну, это ставит под сомнение, не значит, что она не произошла из органического материала. В конце концов, во время своего созревания нефть могла эту серу куда-то потерять, с кем-то провзаимодействовать. В конце концов, есть много веществ, которые любят взаимодействовать с серой, с сероводородом. Есть такие вещества, так что о них жалеть особенно не нужно. А серия может быть нефти и органического происхождения, хотя все равно загадка ее происхождения так и остается. Теперь мне, ну, так, про химические связи я почти про все сказал вам, да? Есть еще одна очень интересная химическая связь, которая очень важна для техники. Называется она металлическая химическая связь. Вот за счет этой металлической химической связи, особенно какие-то вот вещества-то новые не образуются, но, то есть соединения химические, но металлы именно за счет этой металлической связи существуют как вот целые тела. У металла у него какая особенность? У него на наружной оболочке, как говорят, ну, снаружи, да, вот, оказывается, в атомах облака электронов располагаются как бы слоями. Это как бы планета, да, атом, у которого, значит, несколько слоев облачности, да, вот такая вот, можно себе так представить, несколько слоев облачности. Значит, низкие облака, это самые близкие к ядру электроны, повыше, повыше, и, наконец, снаружи, наружный слой облаков, который снаружи видят все другие атомы, и они так и воспринимают этот атом по количеству наружных электронов. Они так вот его оценивают, возможность с ним химически провзаимодействовать, вступить в какой-то вот химический контакт, да, образовать химическое соединение. Так вот, у атомов, металлов, у них снаружи один или два электрона, это вот такое обычное, такое у них, значит, свойство. Есть металл, а, например, алюминий, у него снаружи три электрона, но вот он обладает, так называемыми, амфотерными или амфотерными, как меня учили, не знаю, как правильно, амфотерными или амфотерными говорить. Вот, какой учитель химии скажет, такого и слушаем. Так, свойствами, это значит, что он то себя проявляет как металл, то не совсем как металл. Ну, у нас не о этих тонкостях химия разговор, а нам нужно коротко-коротко понять, о чем, собственно говоря, идет речь, когда мы имеем дело с металлами. Так вот, оказывается, в металлах атомы проявляют следующее свойство. Вот они расположились в узлах ячейки кристаллической. Вот, оказывается, вот атомы любят, как и другие все кристаллы, располагаться в определенных местах кристаллической ячейки. Если в ячейке алмаза, которую вы видели тут на картинке, положение атомов углерода определяется тем, как вот направлены химические связи к соседним атомам углерода. Вот они вот так вот собрались и сложились вот в ячейку типа алмаза, да, то в металле это немножко не так. У них наружные электроны в пары не образуются. Там каждый хочет от него избавиться, да, у них вот такой вот бзик у этих самых атомов раздеться, скинуть вот эту вот наружную оболочку. Тогда у них предыдущая оболочка, она получается такая красивая и полностью заполненная, да, такая вот самодостаточная, состоящая из восьми электронов. В мире атомов это ужасно модно, да, но как вы не понимаете, это же восемь электронов. Это примерно такая же мода, как вот и у нас, вот именно вот так, и никак иначе. Купи мне такой, как у Мишки, да, вот, или там чего-нибудь еще, то есть не объяснишь. Именно такой вот, как у него надо купить, радиоприемник или плеер, как у Мишки. Так и здесь, вот этих электронов, у этих атомов такая же тяга. Конечно, в отличие от Мишки и его друга, у атома еще их поведение описывается уравнениями, да. Мы не успели ни Мишку, ни его друга описать уравнениями. А вот это вот описали. Это человечество долго работало и описывало квантомеханическим уравнениям. Оказывается, у них решения вот такие бывают. Ну, хорошо считать, что это решение уравнения. А на самом деле это так атом хочет. Ему так хочется. Можно так понимать? Так даже веселее и приятнее понимать, ни в уравнении-то решать, кому охота особенно. Особенно такие сложные в частных производных называют. С ума сойти. Ладно, не буду вас пугать этими ужасами. Ни к чему. Так вот, электроны получаются общие. Они, каждый с ними хочет срастаться, и в результате получаются они общими. Получается такой разорванный, разорванный. Значит, вот эти наружные химические связи у этих самых атомов металла получаются, вот так сказать, устраненными. А вот наружные электроны, они все отталкивают друг от себя. И получается, что вот эта вот кристаллическая решетка металла заполнена электронным газом. Куда хотят, туда не летают. Это все обуславливает. Все замечательные свойства металлов и электропроводность. Приложил электрическое поле, полетели электроны к плюсу от минуса. Приложили тепло, схватились так вот за что-нибудь теплой рукой, за холодный кусок металла. Электроны тут нагрелись и побежали в другое место рассказывать, что тут тот схватил за теплое место. И охладили вас, и вы примерзли. Так что не хватайтесь голой рукой, особенно языком, за металлические предметы на морозе. Вот, это такой вот вывод. Вот почему электроны унесут тепло и убегут в другие места, где холодно рассказывать, какой тут чудак их греет. А побегут холодные греться. И нагреются, и побегут обратно. На самом деле там рассказывать ничего не нужно, они бегают хаотически. И просто нагретые быстро убегут. А на их место придут холодные. И тоже быстро убегут, потому что нагреются. Вот почему они уносят тепло. Так, что еще там происходит у нас? А, металлы хорошо отражают свет. Древние модницы, красавицы, смотрелись в металлические полированные зеркала. Медные, бронзовые, серебряные, золотые. Вот отполировали, и она смотрится. Почему так бывает? Тоже очень интересные свойства. Оказывается, когда электромагнитная волна, а свет — это электромагнитная волна. Вот тоже какой факт должен знать каждый культурный человек из области естествознания. Окажется, и свет, и рентгеновское излучение, и радиоволны. Это все называется одинаково. Электромагнитная волна. Замечательно в следующем. Электричество и магнитное. Все знают, что существует электрическое поле и магнитное поле. И вот оказывается, как только появляется переменное электрическое или переменное магнитное поле, тут же появляется и переменное другое поле. Вот, да, вот к электрическому магнитное, к магнитному электрическое, значит, переменное поле. Причем они делают так. Если вектор, понимаете, что такое вектор, то есть в какую сторону тянет, направление силы электрической направлено вот так, то магнитные перпендикулярны к нему. Они вот так колеблются в перпендикулярных плоскостях. Отсюда многие свойства света, например, поляризация. Поляризуется свет. То есть если все кванты, которые излучает источник света, имеют определенное направление вектора колебания электрического поля, значит они все называются поляризованными. Они определенными свойствами обладают. То есть отражаться будут по-другому от металлической поверхности. Так вот, когда свет падает на металл, он начинает встречаться с электронами. Электрон попадает в электрическое поле, он уже электрическое поле, и колеблется в нем, бегает вслед за ним. Это же как электрический ток, как собаки. Они говорят, давай метаться, как только появились. Свистнули им в одну, в другую сторону, они начинают метаться. А вот когда электрический заряд движется ускоренно, вот это вот метание как раз и будет ускоренным движением. То в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую Ускорение действует И вот этот вот мечащийся электрический заряд обязательно должен излучать электромагнитную волну И вот эта упавшая волна и поглотившаяся тут же переизлучается Вот поэтому металлы блестят Вот за счет чего, вот как эти макроскопические свойства проявляются Вот так вот Ну, всякие есть эксклюзивные совершенно свойства у веществ Решетки всякие разные бывают Например, очень трудно сказать, что вот такие вот хорошие, замечательные вещи, как полимеры Резина, всякие пластические массы, полиэтилен Это все вещества, состоящие из большущих молекул Полимеров, многомерные Вот эти вот, это не кристалл, это просто большие молекулы Которые и соседними молекулами образовали шивку Шивку, шились эти молекулы, да И вот когда таких много поперечных шивок между молекулами Получается более прочный, более жесткий, более хрупкий материал Значит, как резина, например Вот каучук, латекс, да То, что мы жуем во рту, как в качестве жевательной резинки Из него вроде бы не сделаешь автомобильную покрышку Автомобильная покрышка, прочная такая вещь, везет машину, то есть несет на себя машину Тормозит, разгоняется Калоши раньше делали из резины Но они их и сейчас делают, правда, вот как-то вот публика не очень их любит носить Ну так вот, и это тоже тот же самый каучук Ну, правда, бывает синтетический, бывает натуральный Который сшит между собой соседние вот эти молекулы каучука Вот эти полимеры, которые легко гнутся Их между собой сшивают химические связи Для этого используют различные провокаторы сшивания этих связей Сера, например, хорошо участвует как промежуточный сшиватель связи А оливы когда-нибудь красили что-нибудь? Ну, по-другому спрошу Масляную краску использовали? Вы думаете, на морозе масляная краска не сохнет? Не тут-то было Во время страшных холодов Значит, решили жильцы дома вставить двойную дверь Двойную дверь в подъезде Потому что холодно Холодно Двойную дверь поставили Повзяли и покрасили краской Думали, не высохнет никогда Не знаю, зачем же красили, если думали, что не высохнет Она высохла На морозе-то Как же так? Вода на морозе не высыхает, вода на морозе замерзает А эта краска просто высохла Значит, дело в том, что высыхание краски Высыхание олифы Это как раз процесс шивки Шивки, в которой участвует кислород воздуха Кислород работает, как, так сказать, мостик Шивки между двумя соседними молекулами Вот этого масла, входящего в масляную краску То есть краска должна обязательно сохнуть на воздухе На кислороде Вот кислород организует такие вот шивки Есть такие клеи, краски, которые для своего высыхания, затвердевания нуждаются в парах воды Вот циокриновые всякие такие вот клеи Например, которые очень трудно расклеить Уж как склеит, так склеит Вот говорят, что если склеить, так вот два пальца между собой склеить Циокриновым клеем То вот, значит, рток разрезать можно по этому месту Больше никак, бритвой Вот так вот, говорят, такая краска Это за счет вот как раз шивки происходит как раз с помощью молекул воды А в организме человека молекул воды полно, много очень Причем вода, между прочим, что вам представить Она бывает в разных фазовых состояниях, правда? Вот пар есть, да, вот мы выдыхаем изо рта воздух Даже если не видим мы пара Там есть пар водяной, он не концентрируется Вот то, что мы обычно называем паром В клубах пара Это на самом деле не пар, это маленькие капельки Пары воды начинают концентрироваться Начинают конденсироваться, то есть друг с другом слепаться в капельки Да, образуют капельки Значит, жидкое состояние вода И бывает что-то твердое Когда вот этим водородным связям дается воля И они замерзают Друг чебурашки, друг с другом выстраиваются в определенную последовательность атомов Вот так это происходит Так вот, эти замечательные чебурашки Значит, в организме нашего В нашем организме, в организме живого существа, скажем так, даже Они есть во всех трех фазовых состояниях То, что есть они в газообразном, это примерно понятно Ну вот, в легких у нас они в газообразном состоянии В разных полостях организма нашего В газообразном состоянии В организме растений есть каналы, в которых воздух и вода газообразная Ну, жидкость, это же само собой понятно У нас, куда ни загляни в организме, везде жидкость Лимфа, кровь, слюна, желудочный сок Все это жидкости Растворы, смеси на основе воды Кстати говоря, они иногда очень необыкновенными свойствами обладают А в них потом два слова скажу вам Для общего развития Ну так вот И в твердом состоянии, оказывается, тоже есть Помните, я вам рассказывал про молекулу белка Вот эту вот скрученную в какую-то такую вот сложную структуру, конфигурацию, да За счет водородных связей Вот к этой молекуле белка, к ней очень хорошо Снаружи примораживаются, буквально примораживаются молекулы воды Они вот прилипают своими, так сказать, ушками, своими головками этими чебурашечами Значит, к отрицательной или положительно заряженным местам молекулы Вот молекула вся снаружи покрыта тончайшим-тончайшим слоем льда В одну молекулу такой вот слой Естественно, это позволяет молекулам белка гнуться Но вот это вот мышцы наши, они все заледенели на самом деле внутри И сердце у нас на самом деле покрыто тонкой коркой льда Почти как у Снежной королевы или у Кая Ее приемного сына Вот Из сказки Андерсона «Снежная королева» Так вот, по поводу свойств воды и вообще жидкости в организме человека И не только в организме человека Оказывается, жидкость, вот странно, обладает вязкостью Вы, конечно, об этом знаете Разливая масло из бутылки, знаете, как оно течет медленно Как вода быстро вытекает, да, и как медленно, томительно течет масло Видите, насколько вот разные вещи Так вот, оказывается, органические жидкости обладают вязкостью Но закон, который связывает между собой вязкость и скорость принципиально разный Дело в том, что сила вязкости, или как говорить, вязкого трения В воде, в масле, в вине, вот в таких вот жидкостях Он таков Вязкость не зависит от скорости движения жидкости В сложных органических жидкостях, типа кровь, лимфа, мокрота Простите за упоминание о таких вещах По-моему, желудочный сок тоже Хотя в этом не уверен В них, чем быстрее жидкость течет, тем меньше вязкость Потому что молекулам жидкости вот этой вот, органической Они же там органические молекулы Такие вот липкие-липкие Им, чтобы еще прилипнуть, им надо какое-то время, чтобы вот прилипнуть не в одном месте, а в нескольких местах Вот тогда и будет максимальная вязкость Так вот, вы сами знаете, как тяжело и мучительно сдавать кровь из пальца Да, вот она проколола вот эта вот девушка в беленькой шапочке И начинает медленно по трубочке пить кровь Она не пьет, она засасывает такой резервуар Но медленно-медленно тискает, тискает, похолодевший пальчик ваш, да И вот, значит, набирает кровь Медленно течет, капилляры поткнула Она правильно сделала, что не проткнула нам что-нибудь такое вот Несущее большой напор крови Потому что там вязкость совсем небольшая Там кровь может ударить фонтаном Не дай бог ее не остановишь Это целое дело Значит, как остановить в таком случае кровотечение Не из капилляров Вот так вот Ну, известное дело Что лежачие больные могут заболеть вдобавок к своей болезни, что их уложило на койку Еще и воспалением легких Вот Это бывает тогда, когда С чего начинается воспаление легких Что по непонятным причинам Ну, для меня, по крайней мере, непонятным Значит, меняется вот это вот поведение Зависимости вязкости от скорости движения в мокроте В той слизи, которая наполняет, покрывает наши легкие В норме это нормальная такая вот биологическая жидкость Которая позволяет нам вот так вот, значит, ее слегка приподнимать по нашим этим вот Каналам легких и двигать к выходу, да Она у нас не скапливается вниз, не стекает Если она станет обычной жидкостью, вот как положено по ньютону, да Ньютоновской жидкости, это вот та самая, которая вязкость не зависит от скорости движения То человек обречен на заболевание воспалением легких Это, собственно, и есть воспаление легких Жидкость, слизь начинает накапливаться в легких Она заполняет, заполняет легкие Значит, бульканье всякое начинается и так далее Хрипы вот эти прослушиваются Это как раз вот изменение вязкости слизи, да Вот как это опасно, как все тонко в организме должно быть между собой устроено Мне бы очень хотелось вам рассказать о таких вещах, как, например Химические реакции разные, разного рода Но это нас очень сильно далеко уведет Кстати, любопытная картинка, обратите внимание Тут вот чебурашка наш, наш друг чебурашка, молекула воды Извольте видеть Это вот у нас кислородик, вот он кислородик И под углом 104 градуса 27 минут Находятся вот эти химические связи Длиной 0,96 ангстрем Это вот атомы водорода, у которых отняли электроны Электроны здесь Но если кверх ногами повернуть, вот так, как здесь, да, вот она Вот тут вот мордочка чебурашки А это вот его ушки положительно заряженные И отрицательно заряженный чебурашка Вот тут чебурашка больше оказалась похожа на какого-то хомячка С набитыми электронами щеками Но это вот на самом деле так Ну вот другая молекула воды, пожалуйста Вот она, так вот ее представили Как такой вот трапецию Вот положительно заряженные водородинки А вот этот вот облака электронные кислорода Ну мне больше нравится чебурашка Такой очень милый, популярный наш персонаж Вот он, чебурашенька Вот он, ротик и ушки в виде буквок H Вот он, наш милый друг чебурашка Это и есть вода Вот Что я хочу вам еще сказать Все эти наши замечательные свойства молекул Давайте сюда вернемся И атомов в кристаллической структуре Нам осталось буквально несколько минут На целый огромный раздел физики Который называется физикой твердого тела ФТТ Вот эта физика твердого тела Это, собственно говоря, такая вот Самая промышленная, самая прилагаемая физика 20 века Это та физика, которая, значит, создала, да? Создала полупроводниковые приборы И всякие оптоэлектронные приборы И все такое прочее Все, что происходит в этих приборах Связано вот с чем Оказывается, в этом вот огромном объекте Кристалл Огромный не с нашей точки зрения Может, его и не всегда Разглядишь в микроскоп Это кристалл Ну, микроскоп ты разглядишь Нет, я бы преувеличил Просто невооруженным глазом не увидишь Но это кристалл В нем очень много атомов Эти атомы организовали такое вот Периодическое поле Периодический потенциал в пространстве Пространственная решетка И получились электроны, которые обобщены в этом кристалле Они общие Они бегают во всей этой вот кристаллической решетке Возникает масса специфических свойств Расщепление уровней Ведь, помните, я вам говорил принцип Паули Статистика Ферми Дирака Да, Ферми Дирака Или Дирака Я уж не знаю, как лучше сказать Вот А она, эта статистика Предписывает двум электронам Не быть совершенно одинаковыми Отличаться хотя бы направлением спина То есть вот этого самого вращения Да, один вращается вот так А другой, значит, вращается в другую сторону Вот все, чем они могут отличаться Причем вы не спрашиваете меня, где это Та другая сторона Все эти направления Нет У них всегда только два направления В квантовом мире для вращения Только два направления Вот так и напротив Как вот так, никто не знает Ну вот такие вот вещи есть Вот И Расщепление уровней Зоны проводимости Зоны проводимости Зоны Валентные Вот это все оттуда Все из этой области Вот отсюда вытекает целый раздел техники Да, электроника И опт электроника тоже Так Что еще мне успеть вам вложить в горло Вот что Кристалл везде где-нибудь кончается Хоть кристалл алмаза Хоть что-нибудь еще Значит, на поверхности Разорванные вот эти вот химические связи Электроны Ни с кем не соединившиеся в одно облако Понимаете Разорванные химические связи Всегда к ним прилипает грязь Как только вы обработали металл Чем-нибудь, да Вот очистили Разломили кусок пластмассы Надо скорее его либо склеивать Либо, ну, либо уж не склеивать, да Потому что на этот разлом На все эти разорванные химические связи Сразу начнет липнуть грязь Вот Всякое Перед склеиванием Надо поверхность зачистить Всегда говорят То есть очистить Разорвать связи Вот снять слой Чтобы вот эта вот Налипшая грязь На разорванной связи Не, значит, мешала Вашему там Процессу склеивания Полировки Я не знаю чего Покрытие чем-нибудь Вот такая вот Жизнь у атомов Вот это вот Загадка их поверхности Всех загадок не перечесть Всех загадок не перечесть Природа, которую Она предлагает Тем более в нашем Таком вот Экспериментальном Экспресс-курсе За десять раз Вот в следующий раз Мы с вами должны Еще увидеться Даст Бог Если вы, конечно, захотите Вот И Я вам доскажу до конца Всю эту Историю про Познание мира Нами Интеллигентными Людьми Занимающимися Экономикой Да То есть это Наука Фундаментальная Для гуманитариев Наука в смысле Естественная Фундаментальная Наука Для гуманитариев До свидания Дорогие друзья Гуманитарии Удачи Всех благ Продолжение следует